Россия официально вышла из международных конвенций, основополагающих в области прав человека. Госдума Российской Федерации приняла соответствующее решение о прекращении действий в отношении России международных договоров Совета Европы, касающихся, внимание, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о прекращении терроризма и Устава Совета Европы. Что это означает? Найти ответ на этот вопрос. Нам поможет Павел Лисянский, правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности. Павел, приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел, что же это означает? Помогите, пожалуйста, разобраться. Ну, смотрите, во-первых, Россия выходит из всех международных договоров, практически охватывающих всю жизнь деятельность Российской Федерации. Это, во-первых, связано с тем, что Российская Федерация вышла из состава Совета Европы. А участие в международных конвенциях предполагает, что страна-участник должна быть либо членом Совета Европы, либо не членом, но тогда Совет Европы должен эту страну пригласить. Это если мы берем теоретическую часть. Там не только те конвенции, которые вы перехислили, там на самом деле очень много еще же дополнительных протоколов к конвенциям, которые дополняют, ну, то есть, как вот у нас поправки к закону, да, так вот есть дополнительные протоколы, конвенция. Там очень много, очень и очень много документов. Так вот, смотрите вот просто, что сейчас получается. Российская Федерация, диктаторский режим Путина, да, в Российской Федерации сейчас, он полностью защищает все политическое поле несогласных. Нужен практически защищать. И один из единственных, можно сказать, таких вот индикаторов влияния на Российскую Федерацию оставался Европейский суд по правам человека и Европейские конвенции. Я объясню почему. Страна, которая входит в Российскую Федерацию, тоже входила, но уже вышла, да, вот в Европейскую Ухархию правовую, соответственно. И решение суда для таких стран-участников является источником права для национальной судебной системы. То есть то, что решил Европейский суд, это не просто прецедент, это источник права. То есть нарушать решение или оспаривать решение Европейского суда по правам человека нельзя. Соответственно, это оставалось единственным вот таким вот барьером для того, чтобы тотально не нарушать права россиян. Теперь смотрите, Российская Федерация начинает. Принудительную депортацию детей, принудительную мобилизацию, потом фактически огромную там частичную мобилизацию с элементами принуждения в Российской Федерации внутри. Конечно, там есть много несогласных, много тех, которые пишут, начинают судиться. И Российская Федерация для того, чтобы устоять, для того, чтобы сохранить контроль над общественным мнением и не дать никаких информационных поводов, что там, например, Европейский суд по правам человека отменил решение или стало защитным. То есть они решили таким вот образом просто избавиться от Европейской системы и фактически, фактически опустить вот такой огромный железный занавес в правовой системе. То есть на сегодняшний день Российская Федерация полностью отвергает ту международную систему защиты прав человека, продвижения прав человека и говорит, что мы этого не признаем и мы это выполнять больше не будем. На сегодняшний день Российская Федерация еще обязана выполнять те решения Европейского Суда по правам человека, дела, которые на сегодняшний день рассматриваются и начаты были до официального выхода Российской Федерации из Совета Европы и из Харкина. По-моему, получается, что таким образом вот эти нарративы пропагандистов, которые где-то даже выглядели как-то по-бутафорски или комично, вот эти бабушки путинские, которые кричали, не хотим мы ваш американский мир, ваш Евросоюз, не хотим, хотим, чтобы все было исконно очень. Таким образом они же буквально возвращаются к домострою Ивана Грозного и таким образом легализируют насилие в самой Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, какие конкретные примеры, к чему это может привести? Ну, это, ну, если брать глобально, то это отсутствие ответственности для чиновников, наверное, неправильно сказать, для участников диктатурского режима Кремля на всех уровнях. Там нижший, средний, высший. Это ответственно, это отсутствие ответственности за совершенные преступления против обычных людей, в том числе и против граждан Украины, и против других граждан. То есть ответственности они никакой нести не будут. Вот это вот главный момент, для чего это им все необходимо было. Ведь, по сути дела, по сути дела, они возвращаются в эпоху Советского Союза, но не в эпоху Хрущева или Брежнева, а вот именно в эпоху Сталина, Сталинина. То есть репрессии, 37-й год, вот это вот ждет в ближайшее время граждан Российской Федерации, при условии, конечно, если диктаторский режим Кремля, да, Путина, который есть сейчас, сохранить свое существование. Потому что это вот только цветочки, они это вот, знаете, так вот, они же вот на самом деле очень хитро делают, они просто вот дурят этой пропагандой. Вот эти вот бабушки, да, мы с них смеемся, а у них есть определенная аудитория, там, в той же Российской Федерации, которые это вот так вот чуть-чуть продвигают, и народ, жители Российской Федерации, ну, сейчас как бы с этого улыбаются. Ну, что там, отменили. Но это не сейчас улыбается. Завтра они будут лить кровавые слезы, потому что фактически уже устранены все инструменты правовой защиты обычных граждан. И уже, если придет человек и скажет, нам надо, чтобы ты отсидел 15 лет, просто заберут, и человек поедет сидеть. Вы обратите на риторику, там, вот этих вот главборевиков, да, Приможина и так далее. То есть они уже прямо говорят, что им нужен кулак, им нужно восстанавливать, там, инфраструктуру, переводить все на военные рельсы, но за работу же надо платить, а денег нет. Поэтому нужен кулак. А кулак из кого создается? Из заключенных. А для того, чтобы набрать огромное количество заключенных, необходимо уничтожить все правовые системы в качестве защиты. То есть убрать там адвокатов, правозащитников, суды, конвенций, журналистов, политиков. Вот это вот все уничтожить, и тогда просто будет диктаторский режим. И граждане, которые фактически остались один за один с этим режимом, и таким вот образом они будут создавать вот эти вот проекты, которые учат, в том числе, Приможин ГУЛАГ, для того, чтобы что-то строить, фактически эксплуатировать и вернуть рабовладельческий строй в Российскую Федерацию. И легализовать, наверное, бытовое насилие. Вернулся, если вернулся с войны, начал пить, начал бить, а государство говорит, нормально все. Смотрите, ну это естественно. Они же отвергают, ведь на сегодняшний день они отвергают любые европейские ценности. И вот есть там, ну в социальных сетях где-то ходило, когда там какие-то региональные политики Российской Федерации говорили, что ну ничего страшного, там мужик бабу бьет, значит любит. Ну вот это норма, понимаете, на самом деле. Они для этого вот это не делают. Естественно, они будут в том числе и влиять и на домашнее насилие. Еще раз говорю, для них эта задача уничтожит все правовые системы, для того, чтобы обычный гражданин не мог защититься. Чтобы они стыкнули пальцем вот это, взяли и он поехал. А там дальше система была, куда-то его на строительство определили, чтобы он там что-то строил и так далее. То есть им нужно, грубо говоря, огромная человеческая масса для обслуживания интересов вот этой вот маленькой группы диктаторов. То есть им нужно огромное количество людей, чтобы они строили, там что-то еще делали. Опять же, поймали вот их кушечным мясом и их. Для того, чтобы вот эти люди умирали, заранее того, чтобы диктаторская группа Кремля просто жила, ни в чем себе не отказывала. В том числе идеи этой диктаторской группы Кремля. Павел, скажите, пожалуйста, а могут ли эти решения каким-то образом повлиять на процесс привлечения к ответственности всех тех, все то российское руководство, военное или политическое, которые, по сути, напрямую ответственны за геноцид украинского народа? Вы знаете, нет. Я вам объясню, почему. Потому что, во-первых, кроме того, что работают международные инстанции, там, международный уголовный суд и так далее, там, международные организации фиксируют военные преступления. Мы же еще, наши украинские правоохранительные органы возбуждают уголовные дела по национальному законодательству. И по национальному законодательству у нас все эти преступники здесь находятся в Ролосске. А я вам хочу напомнить, что был случай в Израиле, когда израильские спецслужбы из Аргентины, ну, точнее, из Аргентины кто-то доставил в Израиле одного военного преступника, который потом был осужден, и ему, по-моему, там была смертная казнь через электрический стул. По-моему, могу ошибаться, но точно была смертная казнь. Точно так и здесь. Я говорю, мы же, к примеру, давайте так, вдруг в Российской Федерации появится инициативная группа по доставке военных преступников на границе с Украиной. Все может быть, нельзя это отрицать. А они у нас в розыске, и мы сразу, наши правоохранительные органы, обязаны их задержать. Поэтому нет, не повлияет всех, правосудие достанет. Если не международно, так национально, это точно. Каждый преступник военный, будь то исполнитель, либо же посредник, либо человек, который отдавал бригады, он будет привлечен к уголовной ответственности и понесет наказание. Но только без наказания он понесет согласно украинскому законодательству, демократическим нормам и европейским церквям. А как обстоят дела в связи с этими нововведениями, с возвращением в Украину детей, насильно вывезенных на российскую территорию, или тех, которые удерживают на временно оккупированных украинских территориях? Ну, я как правозащитник, представитель общественного сектора, могу сказать, что работа по этому направлению проводится. Также хочу сказать, что очень сильно активизировались российские агенты влияния. Я не могу сказать, что это спецслужба, но мы, к примеру, активизировали, начали чаще идентифицировать вот эти вот места. Готовим сейчас новый отчет по идеологическому воспитанию детей. У нас есть очень интересные материалы, то есть что именно с детьми там делают, какую идеологическую обработку проводят. И вот нам начинают сейчас писать какие-то аккаунты из русских вот этих вот там Яху или Яндекс запросы на организацию пишут и говорят, что мы хотим вам помочь. Пожалуйста, свяжите нас с вашими волонтерскими группами в России. Кто вам помогает? Ну, знаете, смешно на самом деле, да? То есть как бы, ну, я когда прочитал в своей команде, говорю, даже видно, что они нас за таких идиотов принимают. Но украинские правоохранительные органы работают, правозащитники работают. Процесс этот, я говорил сразу, он не однодневный. Это долгий процесс репатриации, потому что сейчас необходимо идентифицировать места, и мы этим занимаемся. Но процесс идет, и я думаю, что через определенное время будет уже показать результат. Спасибо большое. Павел Олюсянский, правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.